друзья всем привет меня зовут максим мой некий индивид или крымский сибиряк кому как удобнее я сам родом из Ленёва и сейчас нахожусь в Абхазии вот в Абхазии я отдыхаю в лагере сыроедов я полностью поменял свое питание вроде сделал это постепенно то есть для меня это не стало кризисным не стало меня как-то дискомфортно вот и помимо этого я произвожу паразитарные чистки господи слово то какое да не выиграешь вот я производил чистки травчаткой это смесь трех трав пижмы полыни и чего-то там еще вот у меня есть опытный наставник Лейбан Юрий вот ссылочку оставлю в описании он вообще по этой теме шарит прям убивает всех он прям болеет этим вот следующая чистка у меня была по этими гранатовыми корками два раза я сделал ее позавчера второй раз еще через день до этого как это делалось чуть подсушенные корки гранатовые перемешаны на миксере заваренный кипятком один гранат на 300 грамм и вот этот стаканчик сидишь пьешь два часа натощак потом четыре часа еще ничего не ешь не пьешь то есть в принципе полдня ты проходишь на сухом голодании и потом надо прочиститься то есть либо сделать прокшавану это еще один метод чистки это то есть выпить гашеную соду с горячей водой выше температуры тела ну или просто температуры тела чтобы она быстро прошла и ну испражнила чтобы вышло из тебя все вот прокшавану я тоже уже делал дважды это делается большим объемом воды литров пять мы брали пятачок прям выпивали и делали упражнение там по бокам там не всяко разное короче живот чтобы ну как понимаете да как будто грязные пакеты вот стирать надо тоже мы животом там всяко разно там вот так вот кишки прополаскиваешь и но представляете кишки это как сифон то есть и вот в каждом этом повороте может быть но залежи им кроме того поверхность наших кишек это ворсинки и они залиты слизью то есть представьте ворсинки они настолько в слизи и вот эти вот части но они не впитают никаких не витаминов ничего хочу вы будете принимать потому что все в слизи для этого нужны чистки всякие различные вот я особо не вдавался на просто ну беру это и дело то есть и ну пока чувствую себя хорошо и буду дальше себя хорошо чувствует значит что получается после гранатовых корок после прочистки и прокшаланы да то бишь соды горячей водой меня прочистила я ушел на сутки в сухой голод и сегодня утром буквально там 6 часов это больше суток я 30 часов был сухом сегодня уже поел мандаринчиков съел яблочко немножко фиников и меда вот и сейчас у нас есть чат нашего слета сыроедов я вижу объявление что у нас проходит чистка чингисхана как это происходит то есть чеснок много стакан чистится вырежется кусочками и естся не жуя проглатывается важно очень не жуя потому что иначе вам но сожжет тебе там что-то вот именно что не должно быть жевательного рефлекса просто ложку закинул лучше всего запивать томатным соком я это уже делал на отличие этого способа очистки что он убивает с любую микрофлору в организме хоть хорошую хоть патогенную любую там трупоядные не трупоядные он все вычищает и поэтому но это чистка не рекомендуется делать часто но так сегодня как все делают я думаю контент качественный сейчас пойду вниз и поснимаю все это безобразие ну и мне надо самому тоже приготовиться потому что я у меня еще нет купленного чеснока нет и он очищенного нарубленного время осталось 15 минут ну все ребят погнали да вот тоже он пришел видишь я скачу купить сходить купить новую сделать почему нет тогда что за топ друзья видите да как соблазны работают как тут громко да посмотрите какие дружные сыроеды ты сыроед малыш как тебя зовут какой блок ты съешь все швоне а ты че делаешь обманщик как он обманщик аксюша ты будешь чингисхана делать о это который короче россию на колени поставил русь ну вроде как по истории которую всем прививает на самом деле все было не так здравствуйте здравствуйте все пойдем магазин пойдем за чесноком говоришь очень маленький маленький вот и я пришел к роду короче что мы поедим торт а антипаразитарку просто снимем на других короче потому что народу много есть на ком снимать вот как то делал очистку штуку помните я вне вес не дашь так а уже сделали ну вот я вас хочу поснимать это тот самый юра про которого я вам рассказывал вот все вопросы к нему ссылка в описании посмотрите сколько тут деток спасибо а мы почистаем а мы почистаем Как мы называем трансляцию? Баба-гуша! А что, кого проводим то? Всех проводим в последний путь Здорово, Егор! Всем привет! Всем привет, друзья! Рад Вас видеть! Это лагерь сыроедов, короче, завтра часть отчаливает По этому поводу делаем тортик Я в эфире и снимаю на камеру У меня две руки, поэтому я справляюсь И сегодня еще чистка, чистка Чингисхана Кто-нибудь знает такой рецепт? Здорово, здорово! Что за праздник? Да просто коксы роедческие Короче, там финики, орехи, мандарины Сейчас сезон мандаринов Посыпали коксом и все Этот человек, это Лейбман, Юра Он главный по чисткам И через 10 минут Все просто будут по стакану чеснока съедать Вот он, чеснок Вот его просто прям И все И он убивает всю микрофлору в организме Как хорошую, так и плохую Как у меня руки-то все Да, посмотрите, я один блогер у нас Еще Гриша блогер Все что-то галдят Бам-бам-бам Посмотрите как У меня галделы Все в порядке Очереди Потихонечку так Организованно У нас тут дети есть Это Абхазия, кто не знает Рецепт Наташенька тебе расскажет Машенька Вот она, Машенька Вот, все вопросы к ней Или к Олегу Вот, Олег у меня в друзьях Фамилия сложная Вот, ищите Олега со сложной фамилией Там вторая трансляция Кто хочет, может переключиться на Вдругу лагерь сыроедов Юра Юра крут Он вообще крутой Он у нас мастер Он нам делает правки Там еще много всяких разных процедур А пьем мы короче Эткалипс заваренный Тоже такое средство Ну, необычный чай Вкусный У нас тут вот везде такая вот Бижутерия Свечки На самом деле Сыроеды тоже не святые Они тоже как И в носу ковыряются Торт Финики Орехи Вот сверху Кокос с мандаринами Сложно Я мог бы крикнуть, конечно Сказать там Олег, скажи Скажи, что в торте Вот Ну, это будет Ну, видишь, что Друг Игорь На Фиоленте Стало холодно В Абхазии Тоже стало холодно Думаю, что делать дальше У меня вон Босые ноги Вот, посмотрите Вторая трансляция Давайте почитаем его вопросы Независимого эксперта Узнаем Насколько вкусен Этот торт Мандарин, Игорь Александрович Алиса Там 9 зрителей У нас 8 Друзья Надо поднажать Поднажать Присоединяйтесь Трансляции Залите друзей Репостите Из чего он? Расскажи нам Из бананов Из чего? Из бананов О, оказывается Это новый рецепт Киви и бананы Вот По вкусу Ребенок определил Вау Ребята Широтика Друзья Друзья Мы просто празднуем Сегодняшний вечер Кто самый? Кто самый прожорливый? Спанчбокс Квэпэнс Спанчбокс Квэпэнс Спанчбокс Квэпэнс Давайте Гришу послушаем Он говорит Я постараюсь сейчас к нему подойти Чтоб было его слышно Спасибо Да Вообще поешь Я хочу чтобы ты озвучивал Мои тоже трансляции Почему я должен озвучивать твои трансляции Почему я должен вот на эти три камеры работать Да Я прям показываю Я вот так вот стою и рукой в тарелку прямо залез Да Вот видишь Поэтому у меня две руки Да И руки заняты Чтоб не залезть в тарелку Дарья Походим по мнению Вот я думаю в этой тарелке будет интереснее Ксюша как тебе? Вкусно? Давай Ешь прям руками смотри Помогаешь Молодец Красавчик Ну все Ну я ушел от тебя А что правда Давайте тишину поймаем Удивим подписчиков Они у нас вообще В шоке Что вы все такие крикливы Смотрите мужики почти все волосадые Короче Давайте разберем тарелочки Поймаем тишину Тишина У меня вновить У нас Сегодня день матери тут пишут Всех девушек с праздником Что правда день матери? Ну я не знаю Если так надо А да Я что то вылетел Вот С днем матери вас Подписчики Григория И мои подписчицы Тоже вас с днем матери Вот А ты поздравил свою маму? Я свою нет Надо быстро написать В одноклассники Вот своя мама сидит Друзья признавайтесь У кого есть одноклассники У меня есть Потому что у меня там сидит мама Я думаю надо поставить Веру Ирину И Машу Тех мам У нас мамы Вера Друзья Ура 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 Ну не знаю друзья Походу я в один кадр не смогу снять с чисткой Сыр есть у тебя Поэтому я думаю будет еще второе включение Кому интересно Я буду делать трансляцию Как они будут поедать чеснок просто ложками Это будет здорово, друзья. Волосатый, бородатый. Да, Алина, ты права. Все, всех люблю, по всем встречаю. Пока. Папа! Ну что ж, поздравляю всех будущих мам. Мама! Я только что об этом говорила. Когда не папа? Мясо. Общение такое, как День Матери 25-го. А сегодня какое? День Матери 25-го. Вот так вот. Смотрите, я сказал, что мне не досталось тортика. И сразу меня угощать кинулись. Так приятно, дедушки, заботушки. Ешьте, ешьте. Поправляйтесь вам. Надо быть кругленькими, чтобы кататься по вашим дверинам. Представляем создателей этого форта. Пусть у них в жизни все получится. А что, на этой руке? Можно, Света, нет? День таланты. Ба! 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 Олег, да, всего хорошего тебе! Такие вкусные. Дядя! Много дядей! В этом торт. Много тортик. Олег, а у нас есть, она бывает с девочкой-мальчиком. Знаете, как я тоже хочу его отведать. Вот такой сахарный. А ты что не ешь? Это мой торт, Олег. Давайте посмотрим, по этому. У-у-у-у-у! С днём-позденье! С днём-позденье! С днём-позденье! С днём-позденье! Антон! Антон, привет! Антон, Антон, Антон! Антон, мы любим тебя! Днём-позденье! Ну, забыли! Днём-позденье! Днём-позденье! Вот такие дружные у нас ребята. Вот такие дружные у нас ребята. Арсений! Арсений! Вот благодарности понеслись у нас. Потому что ты брал и делал. Понимаешь? Самое главное ты делал и делаешь. Я поддерживаю. И огромная благодарность тебе, что ты это все создал. Это огромный труд. При этом при всем остается еще всегда в положительном настроении. Я бы уже в этих делах на всех встречал, там и касался. И все. А у вас свой профиль, своя... Получно на вас ручу, как бы. А если Гриша готовит... Если Гриша готовит компетент роты, он бы тоже бы его решал. Психологом по ночам трудишься. Все бы я не потянул. Мы когда пришли огромное за это пространство. Потому что здесь собрались люди определенные. Такие мощные формации здесь происходили. И благодарю тебя за это пространство. Я все съел. Еще хочешь? Молодец. 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 Это Мелиса у нас. Это Калик. Система пыталась достать. Безуспешно. Попоти-ка. Конечно. Будет. Попоти-ка. Молодец. 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 Попоти-ка. Друзья, видите? Сыроеды могут быть жирными. Десять сыроедов. Сколько ты весишь? Сколько ты весишь? Двадцать килограмм. Двадцать килограмм. Двадцать килограмм. Двадцать килограмм. Воняй. Триста. Триста. Ну ладно, ты чего его? Покажи свое. Нет. Смотрите, что там за ягодка. О, там пресс. Я смотрю. Кубики. Покажи свой кубик. Нет. Хомячки. Сколько ты съела тортов? Два-три. Два-три. Я думаю, достаточно, да? Давай! Это чертогичек. У тебя тоже внутри. Бег. Давай. Давай. Не забывай. Так. Почему я с печать не буду? Я на пульваризор и наелся на гопл reptонию. Я столько с жизнью не ел. Кульваризор и на гопл reptонию не стоит. Как на этих снял? Это то есть. Ну да. Летом вообще не было. вот друзья кто не знает у нас есть сероический магазин вот я зашел давайте еще раз повторим вот взвешил свою тару вот сбросил на 0 но она уже взвешена на видите 0 показывает вот это тара закидываю чеснок сколько мне надо я думаю что вот столько это будет стакан по граммам это 250 почти по деньгам 25 рублей вот почему потому что чеснок где он чеснок что-то я его не вижу за сотню было вот оно вот ну и все потом эти деньги либо перевожу на карту либо записываю вот сюда вот на счет своего депозита то есть вот так вот люди у нас хопа и отнимают вот он я такая вот простая схема доверия и духовного роста и посмотрите какой у нас шикарный выбор магазине и все есть и кэров и чернослив и всякие орехи миндальные зерна можно проращивать и чечевицу и маш есть и семечки и даже кокосовая стружка есть то вообще не знаю что такой фундук нечищенный шоколадки всякие всякие разные сыроедческие вот это даже не знаю что приправы есть всякие сладости сладости пошли мед натуральный есть мед в трешечка зелень правда дороже конечно на базаре она стоит 150 200 вот огурцы дешевые вот хорма посмотрите какая спелая она прям вах мне прям хочется забрать с собой наверное я возьму себе на утро хурмы пока она еще здесь есть хотя ее много успеем яблочки помидорки гранатки перец перец острый ребят участник чистки не хочет сниматься вот просто с ними вот что он наготовил сейчас я сделаю такой же и тоже отправлю себя чем ты хочешь запивать нет не томат ваша нравилась может томатиком квашеной капустки да я мало очень малая божья попробовать если покатит то буду я сбиваться не понравить возьму там еще есть ну ладно чертобы путь вот заготовочка друзья вот он максим это его всем привет собираюсь сегодня чистить вот это короче вот это короче чеснок я должен съесть без без жевания да просто глотаешь запиваешь я буду запивать конкретно томатным соком то есть просто помидоры сболтаю в блендере и буду пить не знаю что будет на утро ночью завтра я выйду вот я буду живой да конечно я три раза так делал вот а вот я готовлюсь такая мандарины и еще и и больше нет не досталось пускай пока там снимал но потом хотели хотели угостить ты такой и сегодня я так вот можно третий участок долгая нас ты пробовал то выпуске проглотить когда максу еще крупнее да там жестко очень хватает я допустим когда делал и делал в мельче гораздо опять же себе нормально сколько тебе времени понадобится чтобы съесть это как ты думаешь 10 посмотрим посмотрим я за две минуты съем вот это вот просто в легкую прям аспорт на сколько у нас за две минуты нормально давай сейчас почищу заготовлю посмотрим здесь да ну я ел ты-то вообще махом быстро прям просто пух просто залетает я ты хочешь перед подписчиками обосраться что у нас на 2 сотки поросрешь на камеру 2 сотки но ты можешь вырезать либо перемотку сделаешь что ты ел вместо восьми минуты да нормально все вообще будет я вот уверен можно это в эфир да мы заснимем небольшой спорта все пока что выключается чищу дальше друзья вот делаем помидорный сок здесь да вот почему да, друзья, я в процессе у Максима еще много еще много Максима и у нас готовится томат вот я уже взял на пробу вот такой вот идите капуску едят друзья, ну вот Максим начал у него такая вот пиалочка буквально раз-два-три-четыре наверное пять помидоров у него было семь вот у него уже стаканчик посмотрим сколько получится семь помидоров а сколько по весу? больше килограмма 117 рублей получается понятно сейчас пойдем затариваться задача, чтобы кишки дошли до толстой чесночины не переваривая или наоборот на столе стоит целая тарелка 200 грамм чеснока мелко нарезанного вот литр сока томатного сейчас придется это все нерожевывая пить есть обрекотно никогда это не пробовал ну попробуй так и не забудь, что жевать не надо, да? да, конечно не жуй просто как будто ты стопку пьешь закинул побольше и выпиваешь ну нормальный яд я думаю фигово будет я пока ничего не чувствую а я вообще не чувствую, потому что я не жую да конечно, конечно это я говорю легко это легко ну если я за 2 минуты не сделаю то за 3 это ну вообще скорой прям короче сейчас вообще макс будет пить это все за 2 минуты давай мы сейчас посмотрим сколько ты будешь это пить мы потом поймем как быстро я это пить может я тоже за 3 минуты вообще сколько ложек ты можешь чисто физически занести правда интересно за минуту по ощущениям я прилично если будешь то я тебе оставлю она чистая я тебе целый бокал оставишь ой главное чтоб тебе нормально забивалось понимаешь ну ты давай сначала слушай а что ты пьет смотри нормально так а ты закинешь все и домой идти за 2 минуты я так смогу так давай это не буду торопиться это не граната это не граната я просто думал что будет намного хуже я еще ничего не чувствую вообще а что ты там должен чувствовать ты же не ешь ты же сок по зубам там не размазливаешь я кстати вот с ним нормально как будто ты едешь я только сок чувствую все ну я там с G7 или 3 чем-то таким ну тоже нормально была с хорошим томатом берешь там и плохой нормально зайдешь так хорошо пошло завтра будет поприличать все как же будем все ароматные слушай все таки с томатом самым не 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 в пластике я вообще под ведро я просто глотаиваю это Капец, у меня еще у тебя 50 гугл байт. Ну что, маньян все подключен и все. Да у меня есть этот гугл подключенный. В принципе, могут этот параллот туда задержать. Но это будет там, это будет не физическая память, то есть мне тоже же это придет скачать. О, участок начал ощущать его. Внутри себя. Внутри себя я стал ощущать. Ты крупненько порезал, да? Ну я просто пью это. Ты сколько уже ешь? Сколько ты ешь? Ну что там, по ощущениям кажется, что уже много чего-то. С 8.30 у меня время спать уже. Ну и спать он все ест. То есть получается, если мы не жуем, то не вырабатывается желудочный сок. Вырабатывается. Вырабатывается. Что или не вырабатывается? Ладно, что думаю, что не чувствую, я его специально просушил, он как бы не такой ядреный. А ты же не скоро сплатишь? Или уже собираешься? Нет. А то мы тут контент видим. Я не знаю, я думаю, зачем вот тебя так много, мы поставим туда немножко и все. Друзья, ну долгий процесс подготовки. Макс вот все ест. Да, я все ем. Запивает. Нормально себя чувствую пока. Ну уже минут так 10-20 сиди. Нет, 10 минут прошло. 10 не прошло? 10 прошло. Ну я говорю больше 10. Почти. Вот моя заготовочка. Макс меня угостил стаканчиком. Но я еще хочу яблочко и морковочку. О! О, у нас. Смотрите. А там загоняет Макс. Татьяна у нас уже ест. Подождите, сейчас как-то меня вырвет перед камерой. Да нет. Нормально, это будет опыт. Витя, очень субъективно все. Мне порт или кольду, а чеснок тяжело. А мне порт или кольду. На 40 секунд я переключился на съемку. Всем очень рад. Смотрим. Как ты пить Максима. И так мне страшно, а ты еще и снимаешь. А, Максим, начинай ты. Давай, ты рекорды показывай. Я вам коллектив подержу. Ты сегодня хурмой дядь. Хурмой? А есть чистка хурмой? Хурмой хочу чиститься. Можно хурмой очистить? За скей, не видел, что так. Нет. Смотри, что за скей здесь. Единственное объявление. Вроде ничего не было. Жди мешки сегодня. Ха-ха-ха-ха. Иди реакцию с ними, Юра. Иди. Подожди, мы Татьяну засекаем. Ой, ну не надо меня засекать. А что за реакция? Что там? Что происходит там? Друзья, ну вот прошла минута, ну и почти половина. Низкая, опустошенная. И что вы думаете? Я не смогу за две. А что? Давай покажем, посмотрим. Реакцию какую-то. Все? Уже, уже была реакция. Друзья, рекламная пауза. Вот у нас парни. И ты не в агенте? Играть в яйца, да? И все, типа подсчитывать. Ты можешь еще, если ты видишь ходы, то рукой сходи. Я не так плаваю. Я вам, наверное, два места вот сюда поставил. Это кто не в воду? И ты скажешь, что ты... Это секрет? Этого никто не должен знать. А я никого не расскажу. Спасибо. Друзья, ну вот, короче, осталось совсем чуть-чуть. А потому что чеснок не есть. Давай. Закидываем. Последний, последний рывок. Я, в принципе, сейчас не чушку, но я чеснок еще как-то терцепцию, которую я жью долго, а здесь приходится глотать. Давай, Максим, давай. И доматым целый, давай. И доматым целый. Можешь томатым? Можно... Можно не лезть просто. Это свежий, да? Да, это вот сделанчик. Да. Ну, Максим вот нарезает. Нарезает мельче. Вот. Чтобы было сочнее и чтобы легче провалило. Ну, на самом деле. Да. На самом деле, я считаю, что успех от нарезания тоже зависит. Так как я еще хочу заключить по рис, есть проблема. Поэтому будем использовать козы легально. Ладно, переходим дальше. Короче, я доедаю и... И все. И еду на боковую. Дюга, скажи, а сколько будет пахнуть от нас чесноком? Ну, всех по-разному. Какого тела чистое, от того несколько часов будет пахнуть. Если тело грязное, может быть... И пить желательно перед сном, чтобы потом ничего не есть, да? Да, и... Да. То есть, в день чистки тяжелой течени не ест. То есть, потребляя столько овощей, фруктов и зелий, больше шести вечера вообще ничего не ест. И чеснок в районе десяти вечера поднимается. Ну, вот у нас как раз десятый час, и мы в процессе. В следующий день идем ослабительное. Утром можно поесть из двух продуктов. Татьяна, ну у вас что, удался эксперимент? Посмотрим. Проглотить прокладила. Зашла, да? Ну, быстрее, чем у всех. У Макса тоже зашла. Облизался. Макс, так ты, по-моему, последний остался. Да, я последний остался. Я рассчитывал всех догнать. Ну, видишь, я спонтанно, я... У тебя что-то, по-моему, много. Хотел. Ну, сколько есть. Сколько Бог дал. Вот у нас еще один есть участник, Николай. Я еще готовлюсь пока. Вот. Ну, ты как, духовно, внутренний готов, да? Ой, я захотел очень сильно. Потому что мои внутренние паразиты там... Просят. Тащат меня пожрать чего-нибудь гадкого. Я их хочу потравить чесноком. Да. Ну, я даже не на сыроедении это делал, и... Ну, это здорово. Алицетчин из Хана работает. Вот. Они меня тянут постоянно сожрать какой-нибудь хлеб. На самом деле шум тут так беспонтово снимает. Где? Здесь. Где? Здесь. Вот так. Иди в зеркало, посмотри, и пойми, как это сейчас важно обрезать себе усики. Да? Макс, я тебе отдалил все-таки. Не, у меня было 05, наверное. Ой, ну что ночью снимать, я не снимал уже. Друзья, у меня шикарные усики. Друзья, посмотрите, это мне запивать. Вот ночные у нас доожоры пришли с хлебцами. Вот он, Юра, наш волшебник. Сказочный. И он сейчас будет по кишке употреблять. А я почти закончил, друзья. Почти закончил. Я устал уже, честно. Посмотрите на мои руки. У нас еще один участник соревнований подключился, глядя на нас. Так что это выглядит аппетитно. Я приготовил свой стакан. Поговорил с Гришей. Я с ним хочу поспорить. Но он говорит, что больше двух минут он не даст. Ладно, будем две минуты. И вот кило двести помидоров. Посмотрим, сколько получится сока. Вот. А Колян, Колян все еще в процессе подготовки. Я уже подъедаю. А, ты уже подъедаешь даже? У тебя чуть меньше получится. Ну, нормально. У нас такая у меня чеснока была. Теперь сока есть. Готовимся к записи видео. Максим пытается для красивой картинки разжечь камин. Да, что безуспешно, потому что дрова нахуй. Нет, это просто печник. Такой печник, да? Печник такой негадошный. Я отодел очки. А ты мне скажи, ты нормально, ты... Что мы сделаем с картой? Она пишет медленная карта, она сохраняет? Ты проверял? Я не знаю, давай проверим. Да. Потому что я уже давно так пишу. Продолжение следует...